МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Свято для тех, кого неколи покинули батьки. Сегодня у Гомельский дом семейного тыпа с новогодними подарунками завитали гости. Головная увага без специи. Прокуратура в области проверила выконание в регионе супротепидемичных потребований. Автоматизация процесса, скорочение часу на проведение операций, электронная чарга. У податковой инспекции Гомельского района открылся Центр обслуговывания плательщиков. А зараз об этом и иншим подробязно. С верой в суд новогодние святы протягиваются. И сегодня областное отделение Белорусского фонда миру наведало один из гомельских домов семейного тыпа. Это стало черговым мероприемством республиканской акции «Наши дети». Марина Северянова с подробязностями. В этом доме на Белецкой 52 живет великая семья, у которой нема чужих детей. Усе хлопчики и девочки, которые отрапляют сюда, одразу становятся родными. Сегодня с подарунками, да их завитали гости. А зимы и наша здымочная бригада. Великой семье Натальи Батурыной 11 детей. Родные, а их у женщины трое, давно выросли и живут особо. За разу себя любовью пяшота шмадетной мати отдается и множится для хлопчиков и девчинок, от каких отмовились их биологичные батьки. Хоть и устаешь немножко, но они такое тепло, они дают добро, они дают силы. Иногда кажется, вот уже совсем ничего не хочется, да? А с ними пообщаешься, с ними походишь, всякие проблемы, всякие боли, всякие заботы уходят. А зараз гэтые дети могут нарешті жить простыми и зрозумелыми марами. Наприклад, об новогодних судах. А яше, кажуть хлопчики и девчинки, так приемно, коли есть кого называть мати. Она всегда может поддержать, можно куда-нибудь с ней сходить. А куда вы ходите? Ну, бывает на елку, когда Новый год, а так всякие мероприятия. А вось и гости. Яны не только показали детям представление, а Дед Мороз и Снягурка погуляли с хлопчиками и девчинками. Самая чеканная для всех детей – это подарунки. Причем кожная тримау тоя, об чем мариу. Анжелика наприклад вельми чекала Деда Мороза. Досылала лист до его, у яким просила об музычной колонце. Я ждала Деда Мороза, он мне, я заказывала колонку, он мне принес вот такой вот красивый, классический подарок, музыкальный. Не забылися гости об человеку, без якого не было бы этой великой дружной семьи. У подарунок Натали Батуриной гости привезли незаменного помощника. Шмат функциональный полосос. А для женщины самое важное, как бы ее семьи был мир. Это аж пожадал и старшиня правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков. Конечно, ребята видят, какую заботу о детях проявляет государство и о многодетных семьях. Конечно, они будут стараться, чтобы и тоже получилась их многодетная семья. А это очень важно, потому что будет население, будет сердеваться государство. За период проведения республиканской акции «Наши дети» объединение провело десятки мероприемств. Их поудельничали свыше 650 детей. На новогодние подарки было выделено больше 4 тысячи рублей. Самые важные кропки святочного маршрута Фонда мира были в домах семейного типа, детских спецустанов, на так же шмодетных и малозабеспеченных семьях. Традиционно новогодние святы мы сдываем шмак доброчинных мероприемств. Но такое, как сегодня, особливое. Знову-знову осведомляю, что самая годная миссия на земле – быть матью. А матью для покинутых детей – вдвоя. Марина Северьянова, Валерий Гопанько, Телерадио Компания Гомель. Ёлка жаданя. У белорусской червоной крыш протягивает штугодовую доброчинную кампанию по сбору подарунков для детей. Волонтеры подрихтовали подарунки для тех, кто не просил особливых сюрпризов. А так само адресно собрали спис дитяших пожаданий по всей в области. Да помогают выконовать мары небыяковые люди и организации. Так, например, супрацовники одного згубницких салонов в прыгожости выросли стать чаровниками для шмодетной семьи с Добруша, яка годуя 11 детей. Супрацовники салона отримали электронные листы от детей и набыли все необходимые подарунки для хлопчиков и девочинок. Это уже у нас второй случай. Мы тоже помогали одной семье, малобеспеченной, многодетной, и хотели сделать приятное их маме. А теперь мы хотим сделать приятное деткам. Ведь сейчас такие сложные времена, им хочется праздника, радости, подарков. И мы понимаем, что не все семьи могут себе сейчас это позволить. И наш коллектив отозвался очень положительно поучаствовать в таком проекте. Мы это поддержали. И это действительно очень-очень приятно. Действительно дарить подарки приятнее, чем их даже получать. Мы бы хотели поблагодарить всех таких вот дарителей, добрых волшебников, которые в наши действующие праздники, новогодние, рождественские, творят такие настоящие чудеса. Потому что дети стараются, пишут пожелания. Они в эти пожелания закладывают самые заветные мечты, которые только они бы хотели осуществить. И у нас есть сегодня те самые добрые волшебники в Гуминской области, которые могут это исполнить. Усяго по Гуминской области червоные крыши створил коля 100 елок жаданья. Участка из их была организована в онлайн-формате. Остатние, как звычайно, находились в хандлевых центрах. Дякуючи допомозе спонсоров, свои подарунки уже отримали коля 600 детей. Доброчинная акция протягнется до 15-го студеня. Протягиваем выпуск, наближается 6-й Усебелорусский народный сход в падеях историчного масштаба для краины. 11 и 12 лютого у Минского эксперты обмергуют пытания, которые относятся у всех боков социального жития. От экономики и политики до агропромыслового комплекса и культуры. Мета унести конструктивные изменения у деящее законодавство. Представники у всех районов Беларуси зробят суклату в будущую неудержавы. Гомельские громадские деяши так само рыхтуются до мероприемства. Готовимся, так же, как и депутаты палаты, представители, руководители организации, учреждений ведом страны. Почему? Потому что это значимое, серьезное мероприятие, которое ждет весь народ. Податалием все вопросы существующие. Анализируем все недоработки, какие, может быть, есть, что нужно изменить. Поэтому и органы власти, и депутатский корпус ходят очень серьезно к этому вопросу. Органы прокуратуры Гомельской области проверили выконание санитарно-эпидемиологичных норм на гандлевых и социальных объектах. Рашением Гомельского облуганкама 9 листопада 2020 года был затвержден план необходных мер, как попередить распоусюживание ковид-19. Утемлику масочный режим. На территории региона зафиксованы выпадки порушения сопротивопедемичных умов. Органы прокуратуры уже одраговали на их. По результатам проверок органами прокуратуры внесено 5 представлений, вынесено 7 предписаний, подготовлено и направлено 5 информационных записок. Также хотелось бы обратить внимание о том, что с 9 ноября на территории Гомельской области введен обязательный масочный режим для населения при посещении объектов и организаций всех форм собственности. Берегите себя и своих близких. Один из главных пунктов стратегии развития податковых органов Республики Беларусь – клиент ориентованности с высокой якостью обслуговывания. С этой метой в 2016 году начался процесс створения центров обслуговывания плательщиков. Один из них открылся у податковой инспекции Гомельского района. По дробязности в наступном сюжете. Центр обслуговывания для податка плательщиков Гомельского района з'явился напереда дни Нового года. Для инспекции это не только чудовный подарунок, але и значный крок наперед. Автоматизация процессов, скорочение часу на проведение операции, электронная шарга – усёх это дозволит створить комфорт для усих. Открытие такого современного центра позволит нам скорректировать работу с плательщиком, разграничить потоки посетителей, благодаря электронной очереди уйти от живой очереди и создаст благоприятные условия как для инспекторов, так и для плательщиков. Работа центра обслуговывания продуглеживает интерактивность. Дякуючи терминалу, кожный клиент можа оценить якость работы, покинуть воду. Так само для детей-плательщиков, які пришли разом с батьками, есть специальный забавляльный куток. Тут можно помалявать, поглядеть мультфильмы про податки, почитать книги. Центры обслуговывания плательщиков уже доказали свою эффективность. Центры на сегодняшний день востребованы. Конечно, основная масса – 92% – это физические лица, индивидуальные предприниматели. Мы оказываем порядка 60 видов услуг с помощью данного центра. Поэтому новый формат работы плательщиками уже в других инспекциях оценен, и он бесспорен. На сегодняшний день в Беларуси працуют 32 центры обслуговывания плательщиков. У нашей области первый был створен, а мальчатый годы тому, в Жлобине. Зараз на Гомельшине их шесть. Миколай Скентеян, Сергей Комко, телерадио «Компания Гомель». На котельне Рогачевская завершенный проект по установке электрокотлов. Это проект жлобинских электричных сеток. Будовничая работа распочали в листопаде 2019 года. Зараз на объекте установлены два электрокотлы огульной могутностью 40 мегаватт и иншее обсталевание. У темлику два баки аккумуляции тепла огульным объемом свыше 3000 кубометров. Работа электрокотлов продуглеживается только подчас ночного провалу электроспоживания с 23 годин до 6 ранницы. Залишняя тепловая энергия до электрокотлов ночью будет назапашиваться во установках аккумуляции тепла и отпускаться с поживцам в денный час. Как удокладнили у Гомелянерго, реализация этого проекта позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после увода белорусской АЭС и скоротить объем споживания импортного природного газа. А как рыхтуетесь до Нового года вы? Незвычайная вида веншования от вратовальника в Гомельской области изъявилась в интернете. За пять дней его поглядело больше, как и 2000 кристальников. Внимание всем! Новый год! Супрацовники МНС наткнились творчостью гурта «Дискотека Авария» и выконали на свой лад одну из их композиций. Ролики вратовальники изменяют все звыклую форму на костюмы Деда Мороза и створяют новогоднюю атмосферу подручными сродками. Как везде успеть тут деду? Мне еще бы в райотделы. В добру шведку и корму я подарочки возьму. В Гомель сельский, Мозырский, может, вы и подбросите. В Светлогорске, Речису, Житкович, Ленчисы, Жлобин и Буду. Ждут меня повсюду. Увидая приняли уделы все районные подразделения МНС. Такое оригинальное вида веншования выкликало массу становочих комментариев в социальных сетках. Каляды – особливое свято, казка – сирот холодной зимы. На передо днях его святкования информационный отдел Гомельской гепархии проводит акцию по веншу и близкого. Я ее инициатор – архиепископ Гомельский и Жлобинский Стяфан. Проведение акции – добрая традиция на протягу уже семи годов. У нее принимают удел установы адукации. А мальчатыры тысячи школьников, выхованцев дошкольных установ адукации и студентов отримают листы с веншованиями от своих одногодков и владыки Стяфана. Боже Господь наш, Богомладенец Христос, каждому из нас в первую очередь, наверное, дарует доброе здравие и любовь в наше сердце. Любовь, которая может объять весь мир. Любовь, которая поделится и с каждым, встречающийся на ее пути. Милости вам, Божие, благополучия, счастья, здоровья и успехов в вашем жизненном пути. Храни вас, Господь! Синоптики констатуют, зима не спешается уступать у свои правы. На территории Гомельской области на этом тень прогнозуется переважно теплое и вельготное надворье. Завтра на больший час региона будет пахмурно, температура 1 градус выше и за нуль. У Сираду мокрый снег, ночью слупок термометра понизится до минус трех. У четверо-пятницу температура в складе от плюс одного до плюс двух. Худкость ветра 11 метров за секунду. Только на проконце ты дня зима, нагадая про себя, чекается до минус шести в день и невеликий снег. А гэта и иншая новинная информация о проектах телерадио-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Начнем с обзора происшествий на дорогах Гомельской области. Статистика наездов неумолима. 1 января в Жлобине погиб пешеход. Мужчина вышел на проезжую часть неожиданно для водителя, который управлял автомобилем Renault Megane Scenic. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. ДТП произошло в темное время суток. В ГАИ просят участников дорожного движения при таких обстоятельствах быть максимально внимательными и не нарушать правила дорожного движения. Всего же за праздничные и выходные дни на территории региона произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы и один погиб. Выявлено 53 нетрезвых водителя, еще 91 сел за руль, не имея на то права. Со стороны пешеходов зафиксировано более 300 фактов нарушения правил дорожного движения. В Брагинском районе пострадал 38-летний пассажир, находившийся в автомобиле «Фольксваген». Водитель, который им управлял, предварительно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на выезде на главную не уступил дорогу «Ауди». На место ДТП была вызвана скорая. В Новый год с новыми нарушениями. В Мозере задержаны любители марихуаны. С поличным попался водитель транспортной компании, его приятель и 53-летний житель райцентра. Сначала оперативники задержали 36-летнего водителя, работающего в Польше. У него нашли полимерный сверток с растительным веществом, а затем вышли на приятеля задержанного, у которого изъяли приспособление для курения травки. Экспертиза показала, что в свертке была марихуана. На следующий день милиционеры задержали 53-летнего мазырянина, у которого в доме были также найдены ценные улики. В ходе проведения обыска по месту жительства горожанина был обнаружен и изъят полимерный сверток, находящийся внутри измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета. Вердикт эксперта был однозначным. Изъяты также являются марихуаной. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Фигуранты выдворены в изолятор временного содержания. За минувшие сутки два пожара произошли в Гомельском регионе. Пять раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Едва ли не дотла сгорел дом в деревне Грановка Речицкого района. Причина возгорания, вероятно, кроется в нарушении правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Пострадавших нет. А это кадры из Якимовой Слободы Светлогорского района. Деревянный дом, обложенный кирпичом, тоже сильно пострадал. По версии спасателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Нашли целыми и невредимыми. Накануне спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве Добружского района потерялись мужчина и женщина. На пульт дежурного звонок поступил в 19.40. В два часа ночи после проведения поисковых мероприятий люди были обнаружены работниками Гомельского областного управления МЧС. Состояние найденных удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась. Это все новости на сегодня. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Лучший игрок минувшего сезона остается в футбольном клубе Гомель. Как сообщает пресс-служба «Зелено-белых», Артем Васьков заключил с клубом соглашение сроком на один год. Предстоящий сезон в рядах Гомеля также проведут Дмитрий Гомза, Александр Батищев, Юрий Музыченко и Олег Ковалев. В декабрьском топе игроков хоккейной экстралиги представители Гомеля и Жлобинского металлурга. Лучшим галкипером минувшего месяца признан гомельчанин Максим Лубский. Братарь одержал победы в четырех из пяти матчей, в которых выходил на площадку. Оформил один шатаут против Могилева. 4-0. Процент отраженных бросков в декабре вплотную приблизился к 95%. Лучший защитник месяца Дмитрий Залома из металлурга. Восьми проведенных в декабре матчах игрок отметился шестью заброшенными шайбами. Это лучший показатель среди всех сталеваров. Также в его активе одна результативная передача. В лучшем нападающем месяце назван Андрей Феклистов из «Шахтера». Лучший молодой игрок Алексей Колосов из «Динамо Молодечно». Первыми в белорусском хоккейном чемпионате в новом году выйдут на лед команды высшей лиги. Дублю Жлобинского металлурга предстоит поездка в гости к лидеру – минским зубрам. Игры пройдут в столице 5 и 6 января. В турнирной таблице сталевары четвертые. «Гомель-2» отправится в Барановичи, где также 5 и 6 января дважды сыграет с командой «Соболь». В турнирной таблице команды «Соседи» – «Соболь» на 12-м месте, «Гомель-2» на 13-м. Правда, разделяет команды 20 очков. Состоялись чемпионаты первенства Беларуси по огребле на тренажерах «Концепт». Оба состязания проходили онлайн. Спортсмены проходили дистанции в своих спортивных учреждениях. В командном зачете чемпионата страны сборная Гомельской области заняла первое место. Завоеваны две золотые и одна бронзовые награды. Чемпионкой на дистанциях 2 тысячи и 5 тысяч метров стала Татьяна Климович. Всего же участие в турнире принимали 25 наших гребцов. В первенстве страны среди юношей и девушек у представителей Гомельской области одна награда. Милана Дороховец победила на дистанции полторы тысячи метров. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok